Сейчас мы выезжаем гораздо раньше и стоим мы до просвета. Как показывает практика, пролеты шахидов идут в ночное время. То есть здесь раньше они пускали днем, сейчас их днем уже не пускают. Поэтому наша работа заключается чисто в ночном чергувании. Но днем мы же тоже выезжаем. Ракетные и другие тревоги, мы на них выезжаем. Лазим ему 30, подлет минут 15-20. С левой стороны будет проходить. Все, ждем. Туда остановись. Дальность его работы 2,5 тысячи метров. Мы его вмикаем и можем выявить летающие объекты. Безполотники, шахиды. Только я выявляю нашу цель, я могу прицеливаться и давать напрямок, подсвечиваться, куди он летит. Дальность его работы 2,5 тысячи метров. Полтава-5. 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 Ягин. Газовоз. Полтава-5. На связку. Ягодз готовность 1. Ворога по 8-7. Верушайте на первую позицию. Плюс, плюс. Зараз мы выдвигаемся на вогневую точку, где летят ворожие ППЛА. Вдавалось ли, как работают цели? Так, вдавалось. Неодноразово. По ворожих ППЛА, шахетах и по ракетах. Також выезжаем. Есть вероятность сбить. Очень часто, очень быстро реагируем. Выявляем цели. И знищиваем. Наразі мы чули повітряную тревогу. Нам наше командувание поведомило, что в повітре находится ворожий суд 34. И приняты меры, особовый склад, чтобы спрятались, а наши мобильные группы, чтобы были повышенной готовности. Вот, например, повітряный противник. Мы можем, нажавши на него, побачить, куда он летит и что с ним делать. Вот, он летит. Ну, короче, на нашей территории он уже летит. И куда летит, пока что неведомо. Но нам пока что готовность не дали. Так что мы просто спостерегаем. ЗУ Віктор, спарный КПВТ-14,5, оснащенный тепловизором, который очень чудово видно в ночной цели. Два кулемета працюють так, что в ухо закладает просто. Ваша работа очень важна, так как от нашей работы зависит очень много и цена очень высокая. Закончение войны – это все-таки победа. Потому что так сказать, давайте так закончим, это не вариант.